Всегда мы в лингвистическом плане с Олей пытаемся реагировать на события, которые мы проживаем. Две недели назад уже были похороны королевы Елизаветы, и мы подготовили несколько фраз, несколько цитат, которые королева говорила, и они стали историческими ее цитатами, ее фразами в английском языке. Цитата – это quote. Сейчас мы посмотрим на английском языке. Но прежде чем мы зачитаем эти исторические фразы и высказывания великой женщины, лицо эпохи, которая, так сказать, ушла и покинула нас, давайте посмотрим на слово королева. Как будет по-английски королева? Queen. Но есть еще другие фразы и выражения со словом королева. Не обязательно это представитель, допустим, королевского рода. Но сначала посмотрим все-таки фразы и слова, которые являются синонимами слова королева. Например, есть такое слово ruler. Напиши это слово. Слово rule – это руководить, править. Правитель или правительница – это будет ruler. R-U-L-E-R. Одна? А, я две написала. Для усилия. С большей, как это сказать? Экспрессией. Да, да, да. Empress. Напиши второе слово. Empress. E-M-P-R-E-S-S. Empress. Императрица. Empress. Да, Empress. Дальше мы можем уйти королевой эстрады. Женщина, которая разбивает сердца, ее тоже могут назвать королева. Как я сказала, уже это не связано с королевским родом, с аристократическим происхождением. Дива. Да? D-I-V-A. Тоже королева. Красавица, которая привлекает внимание. Дива. Дива. Дива Виктория. Афродита. Ну и еще очень часто таких женщин называют богиня. Богиня, королева. Godness. Godness. Давай напишем G-O-D-D-E-S-S. Godness. Вот. Ну и я тебе прислала несколько выражений, несколько крылатых выражений, уже цитат, которые королева говорила во время своего правления в разные годы. Я хотела бы, чтобы ты их зачитала, и мы посмотрели на какие-то новые слова и поняли значение того, с чем королева обращалась к людям и, соответственно, к нам с вами. Начнем. Вот первая фраза, которую ты увидела. Это фраза, которую сказала королева, когда ей было 10 лет. Тогда ее отец стал королем, и ей сообщили, что они должны будут теперь жить в Букингемском дворце. И ее реакция была такая. What? You mean forever? Вы имеете в виду, навсегда я там буду жить? То есть она была не готова к этому. Ну, вот такая у нее была детская реакция. А дальше я хотела бы попросить, чтобы ты зачитала несколько цитат от королевы Елизаветы II. Есть у тебя? Я тебе отправила. Да, 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 да. Я хочу как раз их начать читать. Друзья, а вам хочу сообщить, что мы ждем о прежнем ваших сообщений. И написал. Елена, а можно проще вопросы? Мы, правда, такого не знаем. Мне кажется, что наш шутник слушатель пишет. А, кстати, где наш шутник? Помнишь, у нас был шутник, который нам задавал очень интересные вопросы, и мы голову здесь ломали, как правильно перевести. И очень часто у нас получалось очень даже неплохо. Вот. Итак, начинаем читать. Ты можешь читать или я буду читать? Я могу читать. Я просто пытаюсь понять, это у нас в WhatsApp было или нет? Да, это было в WhatsApp, и сегодня я тебе прислала. Давай. Прекрасно. Да. То есть королева говорит, you need to learn to stand up for yourself. Ты должен научиться всегда отстаивать свою позицию. Правильно? To stand up for yourself. Очень хорошее выражение. А дальше, what you believe, то есть отстаивай то, во что ты веришь. What you believe. And sometimes, и вот когда хочется что-то такое сказать, скажем так, нецензурное или слишком простое, человек сначала извиняется, и он может сказать, pardon my language, простите за мой язык, а иногда очень часто говорят, pardon my phrase, простите за мой язык. А дальше идёт выражение очень интересное, kick some ass, надрать кому-то задницу. То есть вот до такой степени королева могла доносить то, что она хотела своим подданам. Поехали дальше. Следующий. Good memories are our second chance at happiness. Я думаю, она это сказала, я так предполагаю, я могу ошибаться после смерти её мужа, короля Филиппа. Переведи эту фразу. Что такое good memories? Хорошее воспоминание – это второй шанс счастья. Для счастья. Для счастья. То есть когда ты вспоминаешь, и особенно если хорошее воспоминание тебе приятно, и ты переполняешься чувством счастья. Это хорошее выражение. Запомните. Дальше. Let us not take ourselves too seriously. То есть давайте… Подожди, секундочку, я вот эту точку. Let us not take ourselves too seriously. Типа давайте не будем воспринимать себя слишком серьёзно. Давайте иногда шутить. None of us has a monopoly of wisdom. Ни кто из нас не имеет монополию на мудрость? На мудрость, абсолютно верно. None of us. Дальше, Олечка. Вот это мне очень нравится. Work is the rent you pay for the room you occupy on earth. Переведи. Я думаю, ты переведёшь. Работа – это арендная плата, которую вы платите за место… На земле. На земле. Эрс – это наша плата. Которую вы занимаете на земле, да. Да, да. Пожалуйста, работайте. Работайте, не ленитесь. Дальше. I have to be seen to be believed. Я должна увидеть, чтобы поверить? Нет, меня должны увидеть, чтобы в меня поверили, что я существую. А, потому что пострадательный залог. Да, да. Это пассивный залог. Абсолютно верно. И меня должны увидеть, чтобы в меня поверили, что я всё-таки есть. Дальше. Never complain. Never complain, never explain. Вот это хороший лозунг. Переведи. Помнишь слово complain? Никогда не жалуйся. Жалуйся и никогда ничего не объясняй. Иногда бывают ситуации, когда вы так поступили, и не нужно вдаваться в какие-то детальные объяснения, почему вы это сделали. Это ваша жизненная позиция. Ну, а королева нам советует вообще никогда не объяснять. Она могла себе позволить это. Ну, она нам советует. Дальше. It has always been easy to hate and destroy. Всегда было просто разрушать и ненавидеть. Ненавидеть и разрушать. Абсолютно верно. To build and to cherish. Cherish is much more difficult. What's mean cherish? Cherish – это ценить что-то. Ценить что-то. Строить что-то. Строить и ценить что-то гораздо сложнее. Да. Ну и последнее, которое, в принципе, я хотела бы адресовать всем нашим слушателям и моим потенциальным, моим настоящим ученикам, моим бывшим ученикам и моим будущим студентам. Читай. It's all to do with the training. You can do a lot if you are properly trained. Значит, всё заключается в тренировке в плане подготовки. Подготовки, в смысле, в обучении чему-то. You can do a lot. Вы можете многого достигнуть, если вы правильно тренированы или практикуетесь. Или обучены к тому или иному заданию. Так вот, все мы знаем прекрасно, что мы все живём и начинаем новую жизнь. Кто-то начал новую жизнь 10 лет назад в новой стране, кто-то начал 20 лет назад, кто-то 2 дня назад. И мы все хотим иметь хорошую и, главное, успешную жизнь. Но так как мы приехали в другую страну, в другую культуру, с другим языком, ключом к успеху, и мы постоянно об этом говорим, является изучение английского языка.